Я вот это напечатала, Ксюша, потом если нормально будет, я всем такие сделаю, кто хочет петь, но на клеросе места не хватает. Вот здесь я основные песнопения, которые на литургии Ваня писала. Немножко, чтобы они учились тоже подпевать, чтобы для будущей нашей клирики. Так, вчера вы опять забыли мне напомнить, я вам не отдала литер. Давайте в начале занятия помолимся. Господи Иисусе Христе, Сынный Божий, благослови наши занятия. Так, Елена, вы мало вам включала, вы песни пасхи учить начали? Да, мы включали песню Твольца. А? Мы включали песню Твольца. А вот это Иисус Христос воскрес? Не помню. Не помню? Только песню Твольца помню. Так, Ливия, помнишь мелодию Иисус Христос воскрес? Иисус Христос воскрес? Аллилуйя, аминь. Потихоньку поем, а то там молятся. Иисус Христос воскрес? Аллилуйя, аминь. Продолжение велика, славят небо и земля. Славят Господа Христа. Аллилуйя, аминь. Аллилуйя, слышали такую песню? Нет. Ну там я вам на диске тоже давала ее послушать. Может, она еще не нашла. Она рядом вместе вот с этой краской. Давайте краски теперь. Помните слова? Нет еще? Сейчас еще можно подсматривать. Следующий выходной старайтесь уже без бумажки. На вас не осталось сколько у нас? Две недели. Три недели? Две. Две недели. Следующая? День. Следующая верна. Так у нас осталось один выходной. А я почему думала два выходных? Все. Тогда точно на следующий выходной уже без бумажек, чтобы на этой неделе усердно учитесь. Стихи, учите вот эти песни и может быть еще что-нибудь. Еня, ты ничего не будешь готовить? Никакую сценку? Не знаю, может быть. Если ты не будешь готовить, надо уже сегодня начинать готовить. Очень мало осталось времени, чтобы в следующий выходной ее показало, что там, чтобы мы ее успели немножко откорректировать. Понятно? А там уже все, там больше не будет. Там уже страстная неделя и все, и Пасха. Остался один выходной. А я что все перепутала-то? Ну давайте кистью Творца. Кистью Творца Созданы небеса Небо и земля Созданы полукой Я благодарю Тебя Мой Господь Мой Господь И славлю я Тебя Краски Твои Созданы из любви И душа моя И душа моя Лишь живет Тобой Не здравнее Молодец Я вижу, что ты поешь Старайтесь Не просто губами швизите, чтобы еще голос исходил из вас Чтобы слышно было У нас братьев мало Братьев должно быть тоже слышно А то один Иван только поет А то один Иван только поет Тарас поет, но тихо И неосторо не слышно Второй куплет Мой Господь Мой Господь Я принадлежу Тебе Я благодарю Тебя Мой Господь Мой Господь И славлю я Тебя Краски Твои Созданы из любви И душа моя Лишь живет Тобой Мне подарил Этот прекрасный мир И душа моя Благодать Тебя Господи надо мной Ну все, учим эту неделю И, значит, Тобой Репетируем в следующий выходной Хорошо, Леня? Пусть мама это найдет Если не найдет, пусть мне позвонит Хорошо? Лилия И тоже маме говорит Хотя бы раз в день включили Один раз прослушали Выключили На это уйдет минут семь Две песни Там по три Три с половиной минуты Хорошо? Это будет на гамень После службы Возьмете у меня Вот эти бумажки И повторяйте Вот этот стих из Библии Можете кому-то Тоже подарить Кто выучил? Мы его в прошлый раз учили Кто выучил? Поднимите руки Так Нестор выучил Этот стих из Библии? Так Ну-ка скажи Помнишь наизусть? Кто? Его не было Тот 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 Не познал Бога Потому что Бог Это и есть Любовь Молодец Чуть-чуть ошибся Да Потому что Бог Есть Любовь Кто еще знает Стих этот Наизусть? Ливия Так Ливия Знаю Знаю Ксюша Знаю Так И про Синя Кто не любит Тот не познал Бога Потому что Бог Есть Любовь А место из Писания Помнишь? Нет Кто помнит место из Писания? Ксюша Ну-ка Первая Иоанна 4.8 Правильно Первая Иоанна 4.8 Запоминайте Кто уже больший Вы можете еще и запомнить Место из Писания Откуда это взято? Первая Иоанна 4.8 Давайте хором повторим После службы Я вам дам Можно брать по дверь Кому-то еще дадите Маме, папе Или еще кому-то Но нигде не бросайте Нигде не выбрасывайте Видите Здесь написано Слово Бог Давайте Кто не познал Кто не любит Тот не познал Бога Потому что Бог Есть Любовь Вот такой новый Мы с вами стих выучили Еще один Да? И место из Писания Первая Иоанна Четыре Восемь Так Есть время еще Прочитать Так, стихи Стихи на Пасху учите? У кого нет стихов? Хорошо Место нету? Мама не нашла? И Ваня, да? Я посмотрю Дела я с собой или нет Если что, я вам дам Хорошо? Если нет, то ищите Или на неделе Пусть мама Если поедет в город Я ей передам Хорошо? Потому что Последняя неделя В следующий выходной Вы мне все расскажете Свои стихи Учитесь выражением Громко, четко Не торопясь И сейчас мы с вами Почитаем Так, о блудном сыне Мы недавно с вами Читали, да? Угу А как о воскресенье? А воскресенье? Угу Так Притча о десяти девушках Мы с вами тоже Недавно читали Но не все были, да? Болели Молились Однажды Иисус Христос Сказал своим ученикам Я скоро умру Ну, это Детский пересказ Здесь не точно Как по Евангелию идет Здесь детский пересказ идет Ученики расстроились Они сидели рядом с Иисусом Они не хотели Чтобы так произошло И думали про себя Неужели он должен умереть? Ведь Иисусу стоит только захотеть И никто не сможет его тронуть Но он должен быть Должен был Умереть Умереть Почему он должен был умереть? Ифрастия Чтобы спасти людей от греха Правильно Чтобы своей смертью Очистить их от греха, да? Да Потому что взрослые дети Совершают много грехов В течение своей жизни И вот все грехи Которые совершили люди Иисус взял на себя Он сказал Пусть я понесу наказание За все людские грехи Но к сожалению Не все люди Благодарны Иисусу За его жертву Многие думают Многие думают Что Бог В жизни им не нужен Что они могут прожить Без Бога Но это не так Только Кто служит Господу Кто верит Что Иисус умер За все наши грехи Ученики же Никак не могли понять Почему их учитель Должен умереть И им было Очень тяжело От этого Иисус Христос В это время Был в Иерусалиме И как и все евреи Пришли на праздник Пасхи Они должны были Справить Пасху Был накрыт стол На столе было блюдо С пасхальным барашком Хлеб Соус Кувшин с вином Иисус и его 12 учеников Сидели за этим столом Ну вот здесь вот смотрите Картинка Ну она вот смотрите Как они сидят Вот вы видели в храме Есть икона Тайная вечеря Там по другому нарисовано Некоторые рисуют прям стол Сидят за столом Вот так вот Вот так стол И тут Апостол сидит Да Но Раньше у евреев Не было таких столов Вот как вот у нас сейчас Видите Стол, скамейка Раньше такие столы были низенькие Видели может быть Фильм про Иисуса Смотрели же да И там Такие столы Низенькие И как бы сидят за ними Полулежа Вот так вот сидят Ну кто-то там Как-то на бок Или специальные такие подушки Но вот Не за такими столами Поэтому не совсем правильно Когда рисуют Именно за такими столами Но так как мы привыкли Понимать стол именно так Поэтому художник Здесь так изобразил Вот сидят они Как за столом Ваня Ты хотела что-то сказать Такое много раз Показывают В разных В разных В разных Христианских фильмах Да Как они на самом деле Не шушите Дайте мне листочки Они вам сейчас не нужны Вы сейчас в храм пойдете Дайте Вот как И так они и ели Да То есть не было Таких столов Кто помнит Что дальше было На тайной вечере Может быть вы мне Сами расскажете Так И все стали спрашивать И все стали спрашивать Не я ли Господь И Иуда Скорее вот спросил Не я ли Господь Иисус сказал Что за мыслью Что за мыслью То и делай И Иуда Скорее вот ушел Так ушел Сначала их было Со крестом На тайной вечере Двенадцать Да А потом Иуда Ушел Так Лилия Что скажет Дальше Дальше Иисус Разломил хлеб И раздал Своим ученикам И он сказал Это тело мое Потом он Взял чашу С вином И тоже Раздал ученикам Он сказал Это кровь моя Потом он сказал Мне должно Умереть И распнут Меня И в третий день Я воскресну Так И Фросиния Продолжает И вот Правильно Ученики Всем по очереди Спрашивали Не я Или Не я Или Да Кто Кто это Сделал Потом Иуда Ушел Да Ушел Он пошел К пересвященнику Чтобы рассказать Где находится Иисус Он уже До этого Среду Договорился Договорился Что он его предаст Получил 30 Серебряников Да За предательство И Сейчас батюшка придет Что ж Дайте Здесь вот не очень Не нравится Как в этой книге Описано И картинки Не подходят Вы лучше Рассказывайте Они справляли Пасху Да И вот то Что Ливия Сказала Это что было Преломил хлеб Раздал Вино Это было Самое Первое Причастие Причастие Это было Самое первое Причастие Ведь сейчас Причастие Так же делается Хлеб И вино Хлеб Это Тело Христа Так А вино Кровь Кровь Христа И Христос Заповедовал Чтобы после Его смерти Так же Это все и делали И это до сих пор Делается Прошло Более двух Тысяч лет Да Две тысячи лет Прошло И это все Так же делается Как Христос Заповедовал На тайной вечере На первой Тайной вечере Что А мы с Тетей Галей Еще Беседовали Прошлую 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 Субботу Разговаривали Что один Тетя Галя Говорила Что один Человек Не повер Что это Настоящее Тело и кровь И Бог Ему попустил Что он почувствовал Что это Настоящее Тело и кровь Потому что Он не верил Да И Бог Делал так Что он почувствовал Даже По вкусу Да Когда Принял Тело и кровь Христа Так У нас сегодня Кто причащаться будет Кто ходил На Истер Кто готовился Кто молился Агния Нестор Тарас А Тарас Разве будет Будет А вчера Был Да Точно Был Тарас Да Леонида У нас Только Вчера Болела А Лера Будет Так Лера Тоже Я тоже Будет Вот сколько У нас сегодня Будет Причастников Не забывайте Как к причастию Подходить Как ручки сложить Мне надо Нестор Ну-ка сложи Я посмотрю Ты все время путаешь Где правая ручка У тебя Правая рука Должна быть сверху Правая рука Сверху Над левой Вот А теперь правую Когда будешь Подходить К причастию Сам себя вспомни Какой ты рукой Пишешь Она должна быть Сверху То есть Левую под нее Положи А правую ручку Сверху Ваня сделай Я тоже проверю У тебя Ты тоже иногда Путаешься Правую руку Сверху Запомнили Да правильно Я только Вот так Вот так Ручки сделай Как ты вот Крестишься Вот так вот А то вот так вот Распустят Кто-то так вот Делает Да вот так Хорошо Правую ручку Сверху Так Правую ручку Сверху Так Правильно Понятно Не балуйтесь Пересвечайте Подходите Благоговеду Потом Запиваете Водичкой И Кушаете Хлебушек Понятно Кто у нас там Ученик Еще один пришел Профессор Наш профессор Маленький Так Надо было мне Флоновограф Лучше принести Вот здесь Мне не нравится Как написано Не православное Здесь Это Баптисты Кажется Да Ну или Баптисты Еще кто-нибудь Ну-ка Я вот вам Сейчас открою Картинку Угадайте Какое место Здесь нарисовано Художник Какое место Решил изобразить Так Не выкрикиваем Руки поднимайте Лера Сядь Так Кто первый был Можно Так Леонида у нас не отвечала Леонида скажет Как ты думаешь Какое место Из Нового Завета Здесь художник Пытался нарисовать Так Иван Иван Ваня Это Вань Подожди Когда позеваешь Рот закрывай Во-первых Это место Когда Иисус В храме Разломал Все Места Где продавали Христос Изгоняет Торгующих Из Храма Из храма Если бы Они на рынке Стояли Он бы разве Разломал Им вот так Нет Это из храма Обязательно Поясняйте Что из храма Так Сейчас из Ветхого Завета Так Ну-ка угадайте Кто это Сейчас я покажу Дядю Володе Так Кто это И куда он И с чем это Он идет Можно Можно Так Ваня уже говорил Ну давай Ифросиня Это Самсон Он идет С дверью Дверь взял А кто помнит Из какого города Он взял эту дверь Лилия Из Иерусалима Нет Иерусалима 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 По-моему Филистиня Они его хотели В плен взять Да А он дверь взял А он у них Что Он же был очень сильный Ему надо было Домой идти Да Он вышел Дверь снял Петель Пошел А дверь была Огромная Тяжелая Здесь даже Ее нарисовали Вон где Не такую Большую Дверь обычная Для него Это было Как перышко Уже запели Все Часы закончились Все Давайте помолимся Слава Господу За занятия Тихонечко Не топаем Потихонечку Идем Братик Вперед Пропускайте Так Сюша Не будешь Генечка Когда они поют Ее не держи Вот так Закрывай Пальчик закладывай И закрывай Пальчик закладывай